День Учителя 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 А ваши любимые учителя? Да, конечно. Первого сентября 1987 года я пошел в шестую среднюю школу города Красноярска. Нас приняла замечательный педагог Зоя Прокопьевна Бычковская, проучив нас три года и передала классному руководителю-учителю иностранного языка Ларисе Витальевне Ульяновой. То есть замечательные люди, которые воспитывали, учили, и которые сегодня вспоминаются, конечно же, как самые замечательные люди наши. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495 508 86 84. К нам дозвонился телезритель, наверное, тоже хочет рассказать о своих любимых педагогах. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Помогу вам. Школьник Захаров в председней школе. Вы еще учитесь? Еще раз. Расскажите. Хочу поздравить своего классного руководителя, Ирину Константиновну Белуху. Он мой самый любимый учитель. Я его очень сильно люблю. Желаю ему также хорошо учить всех учеников, чтобы все слушали на его уроках. И очень люблю Ирину Константиновну. Ваня, скажите, пожалуйста, вот да, учителей хороших много, но все равно для каждого из нас есть свои любимые. Вот чем ваш любимый педагог, может быть, отличается от всех остальных? Ну, его очень интересные уроки проводит. На его уроках очень интересно слушать, как она проводит. Уроки очень интересно, полезно. Очень хорошо знаю ее предмет. Спасибо большое, Иван. Я думаю, что вашему педагогу очень-очень приятно. А вот переадресую вопрос вам. Вот что нужно сделать? Каким должен быть педагог, чтобы стать любимым учителем? Чтобы потом также, спустя много лет, его вспоминали добрым словом? Ну, вот моя точка зрения. Прежде всего, надо любить детей. Если любишь детей, можно идти в учителя. Это первое. Второе. Надо быть очень хорошим специалистом своего предмета. И суметь передать вот свои знания, так, знаете, неназойливо. А вот найти подход каждому из учеников, чтобы передать свои знания. Поэтому любить свой предмет и в первую очередь любить своих детей. Детей, которых ты учишь. Тем более, вот понимаете, есть же такое понятие, что учитель – это твоя вторая мама. Понимаете? Иногда еще и ближе первого бывает. Поэтому надо пытаться. Мамами нет, мы не станем и не надо. Мама – это святое. Но пытаться понять ребенка, принять ребенка таким, какой он есть. Они все разные. И вот искусство учителя состоит в том, чтобы каждому найти свой подход, найти свой ключик. Я, например, горжусь тем, что по моим стопам, когда я была только учителем немецкого языка, четыре мои выпускницы стали учителями немецкого языка. Конечно, это приятно, и мы с ними до сих пор на связи. Это, я считаю, основное для учителя – любовь. Согласитесь, Иван Валерьевич? Конечно, соглашусь. А вот как подход к каждому ученику найти свой? Ведь один отличник, ему что скажешь, все в голове отложится. Другой сидит, ворон на уроке считает, и кажется, неинтересно ему совершенно ничего. Ну вот в этом и есть профессионализм настоящего учителя. То есть быть, самое главное, быть старшим товарищем, быть другом детям. То есть дети это все чувствуют, особенно маленькие, те, которые первый класс, второй класс, они к тебе несутся, дают свои положительные эмоции, дарят. То есть от детей сразу видно, любят они тебя или нет. Если человек детей не любит или если человек не любит школу, то, конечно, такому человеку трудно, да и, наверное, невозможно работать в таком большом коллективе. Ну и, наверное, появляется вот то самое доверие, которое необходимо, да, между ребенком и учителем. Конечно, конечно. Но учитель на уроке должен быть строгим, требовательным, это я так считаю. А вот на перемене, пожалуйста, были случаи вот у меня в своей практике, что-нибудь там в своем классе, когда где классный руководитель, вдруг захотели меня это, я говорю, ребят, сейчас закончим урок, потом я остаюсь, и мы с вами все вопросы решаем. А сейчас у нас немецкий язык там или английский, я немецкий английский вела. Поэтому, ну а вот есть же очень сильные ребята, вот то, что вы сказали, что которых хватает на лету. Вот в том искусстве учителя вспомнить, что там, например, Женя или Маня или это, надо им дополнительное что-то обязательно подготовить, что пока ты занимаешься с тем, который не очень усваивает, да, он уже пойдет дальше, ты найдешь время у него проверить, оценку ему лишнюю поставить там и так далее, но чтобы он был тоже занят, чтобы ему было не скучно. Да, это очень важно. Мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Филипп. Филипп, расскажите, пожалуйста, а в каком классе вы учитесь? В четвертом. Филипп, а в какой школе? В школе Лествица. А рассказывайте... Лествица. Рассказывайте про вашего любимого педагога, как его зовут, какой предмет преподает. Мой любимый учитель Елена Владимировна. Она у нас выдает начальную школу и... Все предметы. Мне она нравится, потому что она очень всегда что-то интересное придумывает на уроках. А сегодня что у вас было в школе интересного? Ну, у нас сегодня было награждение, у нас были конкурсы и нас награждали. Ой, здорово. Ты участвовал? Да. Мы тебя поздравляем. Наверняка награда была получена. Успехов тебе в учебе. Спасибо большое, что позвонил сегодня нам. 8-495-508-86-84. Мы работаем в прямом эфире. Вот такие вот у нас активные жители сегодня. Ну, потому что учителя это, наверное, те, кого мы помним всю свою жизнь. Да, конечно. Вот вы говорите про подход. А я уже гильдии Александровне однажды рассказывала. Учитель по математике, ну, может быть, своеобразный подход ко мне нашел. Но кричала на меня, честно, весь урок. 45 минут, за два по-домашнему. Но мы не будем называть этого учителя. Нет, это был мой любимый учитель. Я знаю. Это мой любимый учитель, на самом деле. После этого у меня не было никаких совершенно проблем с математикой. Она была очень строгой, справедливой, но она всегда была готова дать то, что требовала. И мне кажется, это очень важно, чтобы учитель был еще и справедливым. Да. Потому что если... Я и называла требовательным и справедливым. Безусловно. А вот как вы думаете, каждый ли человек может стать учителем, педагогом? Нет, конечно. Нет, конечно. А какой может? Ну, я приблизительно сказала, что прежде всего любить детей, любить тот предмет, который ты выбираешь, любить школу. Вот меня иногда спрашивают, вот Геласан, а если бы опять и по новой, может быть, что-то вот другое, вот вы поступили, а потом, может быть, надо было... Вот, честное слово, никогда никакой другой профессии я для себя не видела, хотя очень многие профессии я уважаю и ценю этих людей, понимаете? Но вот себя я видела все-таки только учителем. И я думаю, что я, в общем-то, не ошиблась, когда выбирала свой жизненный путь. И ученики, это, в общем, подтверждает. А я хочу зачитать поздравление от нашего интернет-пользователя, от Жанны Суперпанды, которая пишет огромное всем учителям спасибо за их труд. Родители, прививайте детям уважение к педагогам. Это важно. И огромный привет Ирине Юрьевне Череновой. Всех учителей с праздником. Здоровья вам, Иван Валерьевич. А вам не могу не задать вопрос. Женщины в профессии, да, часто учителями становятся. А вот как вы стали учителем и как-то, скажем так, половая принадлежность выделяет вас среди остальных педагогов? Женским коллективом ведь руководите, по большому счету. У нас в округе много мужчин-директоров. В женском коллективе каждой учительнице, каждому педагогу, каждому сотруднику школы необходимо также иметь индивидуальный подход. Бывает, поговоришь, и человек цветет, человек готов творить, человек готов идти на подвиги, работая с детьми. Это все передается детям. От этого создается общая аура, общий фон в школе. То есть, когда все в школе хорошо, и ты уверен в каждом своем учителе, в учительнице, тогда и школа будет всегда процветать, и такая, как дом, полная чаша. То есть, конечно же, надо любить свой коллектив, чтобы коллектив любил тебя. Это не сразу приходит, это приходит с опытом. Поэтому, конечно же, прежде всего, с каждым учителем необходимо работать индивидуально, один на один, или там, группами. Поэтому я стараюсь своих девчонок, своих коллег всегда поддержать, балую. Ну, а также, конечно же, где ты строгость проявляешь. Ну, в этом работа состоит вся. Ну, а как вы думаете, почему все-таки учителя преимущественно женщины? Ну, так почему-то сложилось. У нас в школе очень много мужчин-педагогов различных. Это уже предупреждение, которое осталось в прошлом. Вот, и работают точно так же, как девочки. Но при этом, скорее всего, потому что женщина мать, женщина ближе к детям. Поэтому все-таки, наверное, да и в колледжи, и в институты поступают в основном девчонки, мальчишки. Это более технические профессии. Вот там, кстати, одна учительница говорила, девочки, не поступайте в педагогический, вы же замуж, потом никогда не выйдете. У нее почему-то логика была вот такая. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня зовут Галина. Галина, привет. У меня вопрос Гильзи Александровны. А как она относится к тому, что выпускники, например, 68-70-х годов в основном в Москве поступали в вузы без репетиторов? Очень маленький процент был тому, кто занимался с репетитором. В основном хватало знаний школьной программы. Сейчас практически все родители, которые хотят, чтобы дети получили знания в вузе, нанимают репетиторов. Мало того, у меня есть знакомый декан одного из московских, из Бауманского института, одного из факультетов. Так он вообще говорит, что в Бауманском институте на первом семестре первого курса им приходится дорабатывать работу 10-го класса, потому что ученики крайне низкоподготовленные. Вот что она может по этому поводу сказать? И второй еще один пункт. Вот сейчас разделяют детей чуть ли не с начальной школы. Ты гуманитарий, ты технарь. Почему раньше нас не выделяли, и мы заканчивали школу, и нам хватало знаний после 10-го класса без репетиторов. Хоть идти в медицину, хоть идти на математиков, хоть идти на инженеров. Школьных знаний хватало. С репетиторами занимались, но только самые тупые. Спасибо. Спасибо большое, Галина, за вопрос. Вопрос интересный. Вопрос, конечно, интересный, но жизнь идет вперед. Поэтому с чем-то я могу согласиться с претензиями по отношению к школе, с чем-то нет. Потому что, вот опять даже с себя беру, я закончила простую поселковую школу. Поступила с первого раза в институт. Но я была, извините, единственной, кто из нашего класса поступил в институт. Поступлений было не так много, как сейчас. У нас ведь сейчас, как только заканчивают 11 классов, все куда идут? В ВУЗ. Вот моя позиция была, мне так казалось, что когда приняли в свое время, что 9-летнее образование обязательно, 11-летнее уже, так? Тогда мы не потеряли бы вот этот вот, о чем говорили, что у нас техников не хватает, слесарей не хватает. Рабочей профессии, да, к сожалению. Он получил аттестат. Куда он направлен? Только в институт. Поэтому здесь вот это разногласие. Это первое. Второе. Я совершенно согласна, что вот в наше время, да, не было такого понятия, как репетитор. Вот я называла своих девочек, которые пошли по моим. Я с ними занималась дополнительно, потому что тех знаний, которые только на уроках были, их было недостаточно. И поэтому я занималась. Но я никогда не брала никаких денег. Так это было не принято. Учитель просто занимался, потому что он хотел отдать свои знания и так далее. Вот репетиторство вошло, вот на мой взгляд, я могу ошибаться, тогда, когда учителям очень мало платили. Было такое время. Я помню, в 2000 году, а потом в 2010 году, губернатор Громов отчитывался, что сделано за 10 лет, и он сказал, что за этот период времени заработная плата учителя выросла в 20 раз. Я тогда еще была начальником управления, думаю, ну, министерство наврали губернатору. Хорошо, посчитали. Попросила своего главного бухгалтера, говорю, поднимите ведомости за 2000 год. Действительно, заработная плата в 2000 году у учителя была 900 рублей, 1000, 1100. А в 2010-м уже там 20, 21 тысяча. Во сколько? В 20 раз. Сейчас опять заработная плата, она, я сейчас не могу сказать, какая средняя, потому что я не начальник управления, но она уже не 20 тысяч, понимаете? Поэтому, да, где-то и так, но жизнь идет вперед. Вот я сегодня на онлайн-конференции присутствовала, там, итоги и так далее, и так далее. Мы два, 10 лет даже тому назад, мы были готовы к тому, чтобы вот так вот на удаленку отправиться и все-таки не нарушить в целом учебный процесс. Да, конечно, это не то, что прямая связь с ребенком учителя и ученика, но это все-таки тоже выход. Поэтому нам тоже, вот старшему поколению, надо немножко пересматривать свою позицию. Жизнь идет вперед. Все хотят сегодня получить высшее образование, но не всем оно дано. Вот это моя позиция. Да и к сожалению, рынок переполнен, и юристов и менеджеров очень много, и им собственно работать негде. Естественно, поэтому раньше было, и поступали ведь очень мало, и материальные возможности были совсем другие, понимаете? Приехать в Москву, например, из Тульской области, приехать в Москву, квартиру с ними, это и так далее. Откуда деньги у нас в семье? Девять человек детей. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Евгений. Евгений, очень приятно. Вы в какой школе учитесь или учились? Учусь в Закарской школе. Как зовут вашего любимого педагога? Мой любимый педагог – это Ирина Константиновна, учитель географии. А чем Ирина Константиновна отличается от других преподавателей? Расскажите про ваши уроки географии. Во-первых, хорошо объясняет. Во-вторых, учительница очень добрая. Я хочу ей пожелать, чтобы она выздоравливала поскорее и возвращалась в школу обратно. Мы присоединяемся. А вы уже определились, кем хотите стать в будущем? Ну да, учителем. Учитель, вот. Это очень здорово. А что будете преподавать? Что планируете? Географию. Да, географию. Вот, это очень здорово. От учителя очень много там есть. Спасибо вам большое за звонок. Иван Валерьевич, ну не могу не спросить. Вот мы с вами помоложе, да? Вы пользовались услугами репетиторов в свое время при поступлении? Нет. Нет, а вот только школьной программы хватило? В 80-м году еще не было так. Сразу скажем, да. Ну, в 97-м я заканчивал. Давайте так. Всегда были ребята, которые учились хорошо и которые учились не особо хорошо. Так вот, те, которые уже действительно планировали поступать в высшие учебные заведения, целенаправленно на это шли, конечно же, они занимались и с педагогами. У нас были и сейчас это есть. То есть, также ребята находятся и в школе, и после уроков, и догоняют какой-то материал, усваивают. То есть, учителя точно так же ведут после уроков. И в него урочки, и кружки, и многое это все бесплатно в школе. Поэтому репетиторы, наверное, это те, которые по планке уже берут топовые вузы. Там просто-напросто на всю страну не так много мест, включая бюджет и внебюджет. То есть, со всей страны, там 45 человек на факультет, это очень, совсем, совсем мизерная сумма. Небольшая. Ну, а как вы думаете, может быть, это вот какой-то такой своеобразный, вот скажем модное слово, там родительский тренд, да, вот ребенок там с чем-то не справляется, надо ему нанять репетитора, потому что, ну, я же не педагог, я ему объяснить не смогу. И желательно с пятого класса. Сейчас уже в начальной школе нанимаю. Уже в начальной школе некоторые, да, да, да. Поэтому делаю домашние задания, например. Вот как вы думаете, может быть, это в том числе дань моде, а не только там не успевают на уроке объяснить все, что нужно объяснить. Это не дань моде, это дань деньгам. Вот и все. Вот и все. Вместо того, чтобы ребенка немножечко приучить самостоятельности, и чтобы он сам приучился, для этого надо вот первые полгода с ним поработать. А потом он поймет, и я всегда считаю, что учеба – это работа. Безусловно. Это работа. И поэтому вот у меня внучка учится сейчас в седьмом классе, внук учится в одиннадцатом классе. Ну, все по-разному учатся. А я напоминаю, что мы в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Ефремовна Софья, я ученица Захаровской среднеобзирательной школы. Очень приятно, Софья. Я хочу поздравить свою учительницу Белухуэрин Константину с наступающим. Днем учителей. Также Жаркова Галина Васильевна, учительница немецкого языка. Белуха Ирин Константин у нас учитель географии, очень замечательная, отдыхчивая, добрая. Так что у нас дружный класс благодаря ей. И хотим очень, чтобы она скорее нас выздоравливала, вернулась к нам на работу. Мы ее очень любим и ждем. Мы присоединяемся к вашим пожеланиям в здоровье всем педагогам, чтобы все болячки обходили стороной. И почаще хочется увидеть любимых педагогов на уроках. Ну не могу не спросить, мне кажется, каждый родитель ждет, что я этот вопрос задам. Вам, как экспертам сегодня в образовании, да, мы все помним выступление комика, который говорил, а я прихожу с работы домой и делаю домашку. Вот сейчас у большинства родителей это так, не буду говорить, я не исключение, прихожу домой. Надеюсь, сегодня я домашку делать не буду, приду поздно. Мы делали в свое время самостоятельно, над нами никто не стоял. Абсолютно. Почему сейчас дети не могут справиться с этим самостоятельно? Это наша вина, мы как-то их не приучили. Почему вот так? Я затрудняюсь ответить, я затрудняюсь ответить, потому что я опять сужу уже по своим внукам и внучкам. Да, до какого-то времени действительно идет проверка. Но когда ребенок уже там в седьмом, в восьмом классе, у тебя уже не хватает там твоих знаний по математике и так далее, и так далее. Все-таки я считаю, что основная задача учителя – приучить ребенка к самостоятельности. Не надеяться на… Вот он, если приучен, что мама Женя придет, она мне все и подскажет, она мне это. А если он будет знать, что мама Женя скажет, милый, покажи, ты все сделал, молодец, умничка, вот так и надо, мама устала и так далее, и так далее. Приучать детей к самостоятельности. Может быть, я рассуждаю, вот уже, так сказать, 14 лет уйдя от образования, понимаете? Вот, но я считаю, что прежде всего научить ребенка и понять, чтобы он понял – это его работа. Не мама за него эту работу должна выполнять, не папа должен выполнять работу, а он свою работу должен выполнять сам. Надо как-то, может быть, заинтересовать. Я не скажу, как я заинтересовала свою внучку, потому что мне считают, что это, может быть, не педагогично, а я считаю, что это все. Лишь бы работала. Да, это работа, а работа оплачивается. Иван Валерьевич, вы как считаете, вот почему современные дети домашку делают, ну, в таком случае, начальная школа, я могу судить по этому, почему только с родителями? Стоишь над ним и что-то сделает. Ну, не все дети, наверное, делают домашку с родителями, но, Гильда Александровна, тут я полностью опять соглашаюсь с вами, самостоятельность – это раз, а во-вторых, ну, первый, второй, третий класс – это обязательно, конечно, проконтролировать. А в старших классах, наверное, все-таки уже мы просто смотрим дневник. То есть мы ждем, когда подрастет. А насчет самостоятельности, опять же, вот смотрите, я думаю, он будет делать самостоятельно, я сейчас за всех родителей, вообще-то говорю, сделает, я там, ладно, закрою глаза, на это принесет трояк. Ну, в лучшем случае, например. Ну, что, это смертельно? Ну, не смертельно, но досадно. Вот, ну, понятно. Значит, давай, сынок, посмотрим, в чем проблема. Вот я расскажу из своей опыта. Я учитель, сын мой во втором классе, и сочинение какое-то им задали. Я говорю, Сереж, вот я бы, мама Раиса Дмитриевна сказала по-другому. Я говорю, как Раиса Дмитриевна сказала, значит, надо делать так. Хорошо. В следующий раз опять что-то такое. Я ему говорю, Сереж, вот давай попробуй вот это вот. Он попробовал. И получил пять с плюсом. Вот после этого я у него стала тоже авторитетна, как учитель. А до этого, извините, Раиса Дмитриевна. Вот Раиса Дмитриевна сказала вот так. И это правильно. Конечно. Авторитет учителя всегда надо поддерживать. Если вы чувствуете, что где-то что-то, не надо высказывать это при ребенке, придите и проговорите с учителем. Узнаете, в чем дело. Понимаете? Все не так просто. Все не так просто. Все очень сложно. Еще один наш интернет пользователей. Пользователь Портнова Т5838. Искреннее поздравление всем педагогам Одинцовского района. Передает она. Я напоминаю, что мы в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Я Надежда. Я мама деток, которая учится в Лесногородской школе. Очень приятно видеть Ивану Валерьевичу в студии. Вот расскажите нам, Надежда, Иван Валерьевич, какой директор? Ой, Иван Валерьевич просто самый лучший директор. Мы очень рады, что у нас такой замечательный человек работает. Вот его сейчас камера не показывает, но он, на самом деле, немножко покраснел. Ну, ничего. Видите, он еще и скромный. И это очень здорово. Время. Хочется поздравить с профессиональным праздником Гильда Александровна, Иван Валерьевич и всех селям, в том числе и Лесногородской школы, замечательные педагоги. Спасибо. Хотим от родителей пожелать прежде всего здоровьем, побольше радостных моментов в жизни, исполнения желаний. Спасибо вам за ваш труд, низкий поклон. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое за поздравление, Надежда. А я хочу представить вам героиню нашего следующего сюжета. Ей дистанционное обучение далось непросто, хотя она такой, боец нас сразу на несколько фронтов. А главная сложность, по ее словам, была в проверке работ старшеклассников. Хотелось уделить внимание всем, а времени катастрофически не хватало. Недавно стало известно, что Галина Станиславовна Кузьмина вошла в топ-100 педагогов Московской области. На уроке учителя из Одинцовского лицея номер 6 побывала наша съемочная группа. Внимание на экран. Доброе утро, ребята. Садитесь. У 8-го В первый урок общества знания. Мальчишки и девчонки старательно выводят в тетрадях тему, что делает человек и человеком, под диктовку учителя Галины Кузьминой. Кстати, писать и читать их тоже научила она. Первый учитель, первый опыт, первый день в школе. Мы не знали, чего ожидать, но с каждым днем Галина Станиславовна открывалась нам как очень добрый человек, как хороший и замечательный педагог и очень хороший классный учитель. Галина Станиславовна еще отличается тем, что очень интересно преподносит материал. То есть она не просто может сделать презентацию, она очень интересно все показывает, рассказывает и описывает. С первого класса вместе Галина Станиславовна в Одинцовском лицее номер 6 не только преподает историю и общество знаний, но и ведет уроки в начальной школе. Детки начальной школы очень непосредственные, они очень открытые, с ними интересно общаться на разные темы. А вот старшеклассники более взрослую оценку существующим событиям дают. На этот раз оценку поставили ей. Галина Кузьмина из 6 лицея вошла в сотню лучших педагогов Московской области. Учитель признается, это важно, но не главное. Интерес в детских глазах – вот то, ради чего стоит работать. А чтобы его пробудить, любые педагогические находки хороши. Даже гаджет можно использовать во благо. Телефон мы используем активно на уроке, когда разрешается ребятам прогуглить какое-то знание, которого недостаточно в учебнике выдано. Или, например, дети очень эмоционально реагируют, когда мы работаем не просто фронтально со всем классом, а работаем в парах или группах. Не только учить, но и учиться, чтобы шагать в ногу со временем, а значит и с учениками. И тогда интерес к предмету гарантирован. Это еще один профессиональный секрет. Но если ученики Галину Станиславовну радуют, то меняющееся отношение к профессии учителя огорчает. Обслуга себя ощущать не хочется, честное слово. Хочется быть в первую очередь другом, тьютером, человеком, который направит, поможет детям. И мне на самом деле повезло. Большинство родителей, с которыми я общаюсь, они меня воспринимают так. Больше, чем просто учитель. Это доказывают выпускники Галины Кузьминой. Они снова и снова приходят в лицей, чтобы увидеться с любимым педагогом. А ей на короткие мгновения удается забыть, что она учитель, и выдохнуть. Семья, дочь, внуки, любимая дача и путешествие на машине. За рулем сама. Зачастую какие-то проскаризывают моменты, а бабушка покажи, научи, и все. И бабушка тут включается полноценным учителем. Внучка моя вот в этом году, например, пришла в дошкольную группу и сказала, что пойду только к бабушке. Начальная школа, история и общество знания в старших классах, занятия с теми, кто только готовится стать лицеистами. И, конечно, покорение новых профессиональных вершин. Учебный год для Галины Кузьминой только начался. Впрочем, уже понятно, скучно не будет. Ведь она привыкла жить с интересом и учит этому других. Здравствуйте, меня зовут Александр. Александр, очень приятно. Расскажите, пожалуйста, в какой школе учитесь или учились, может быть? Я хочу вам сказать одно. Я хочу передать большой привет Гильде Александровне. В свое время мы учились в школе 246-2, города Чехов-2, класс 10-й А. Я Семенов Александр Гильде Александровна, наверное, помните. Да, очень приятно. Я хочу всего нашего класса передать вам большущий привет. Спасибо. Пожелать вам большого здоровья, успехов в вашей работе, в вашей деятельности. Мы вас всех помним. Спасибо большое. Любим. И до сих пор вспоминаем. Какой у нас был замечательный завуч, какой у нас был прекрасный преподаватель немецкого языка. Гильде Александровна, мы вами гордимся. Мы вас очень любим. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр. Вам звонок. Приятно. Ну вот это, да, вот это то, что вот я сказала, понимаете. Это вот до слез. До слез, потому что я уже уехала из Чехова-2 в 81-м году. А вас до сих пор помни. Да. Я там проработал 11 лет. Сначала учителем немецкого языка, потом заучим и учителем немецкого языка. И, конечно, это очень приятно, когда ученики помнят. Конечно. Ученики помнят. Иван Валерьевич, Галина Станиславовна в сюжете достаточно интересную тему подняла. Я у нее спросила, вот как вы считаете, сейчас очень много требуют от учителя. И воспитывать. Фамилия я не запомнила его. Или Александр. А? Александр Семенов, по-моему. Мы потом обязательно переслушаем. Надо посмотреть. Да, да, он телефон, скорее всего, оставил нашему редактору. От учителя требует, чтобы он и учил, и воспитывал. И вот Галина Станиславовна обобщила. Но, в общем и целом, весьма потребительское отношение как к обслуживающему персоналу. Вот как такое отношение сложилось? Согласны ли вы с этим? Или, может быть, несколько обманчивое такое представление? Наверное, обманчивое. То есть каждый учитель является и референтным лицом, и авторитетом для своего класса, для детей. Я не думаю, что от детей будет какая-то потребительская куча. А вот их родители? С родителями, мне кажется, еще тяжелее, чем с детьми. Ну, с родителями всегда это самое. Какая разница, я услугу оказываю или я другое что-то оказываю? Главное, что я представляю из себя, как учитель, как меня воспринимают родители. Если я вот там, то, соответственно, и родители будут ко мне относиться. А если я человек, ко мне придите, проговорите со мной. Если я где-то не права, я извинюсь. У меня был случай, когда ко мне родители, я не буду называть фамилию, пришел с жалобой, это будучи начальником управления, на директора, что вот там, туда-сюда. Он мне объяснил ситуацию. Я говорю, вы меня простите. Я говорю, она, наверное, возбуждена была. Я приношу вам извинения за учителя, за директора, потому что, ну, бывают всякие ситуации. Наверное, вы не в самый подходящий момент попали. Может такое быть? Может. И учитель тоже всего лишь человек. Что-то дома случилось, что-то ее тревожит, и она могла не справиться. Я почему все время она, потому что, Иван-то, есть мужчины, а в принципе мужчин-то действительно меньше. А женщины, они более эмоциональные. Они ближе к сердцу все это воспринимают. Кто-то что-то не так посмотрел или что-то такое, понимаете? Поэтому она тоже учитель, но она прежде всего человек и просто женщина. Вот с этим надо тоже. А услуга это или не услуга? Я знаю, что в СМИ очень вот сейчас это муссируется. Вот услуга, вот учреждение. Да медиков тоже, врачей. Да какая разница, что я оказываю? Я учитель, я должен передать свои знания, которые я обязана как по специальности своей, понимаете? Воспитать ребенка настолько, насколько позволяет это. Сейчас, слава Богу, я очень рада, что вот классным руководителям будут с 1 сентября уже доплачивать за классное руководство. И, конечно, тогда и больше времени, и спрос должен быть другой, как к учителю, воспитателю. А я напоминаю, что вы в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Мария. Мария, очень приятно. Расскажите, пожалуйста, где учились или, может быть, учитесь? Ну, училась я не здесь, но хотелось бы поздравить, пользуясь случаем, все педагогическое сообщество Одинцовского городского округа. Я считаю, что нам очень повезло с учителями, с воспитателями. Это действительно огромная плеяда настоящих профессионалов, людей своей профессии, людей своего дела. И очень хотелось бы сказать слова благодарности, отдельной благодарности, конечно же, учителям моей дочери. Это учителя Одинцовской лингвистической гимназии, это Галина Владимировна Бредихина. Вторую всеначальную школу вела моя дочь Ирина Константиновна Никобзенко и всему педагогическому составу круглой школы. Огромное спасибо за ваше внимание, за вашу любовь, за вашу веру в наших детей. Это действительно дорогого стоит, и вы закладываете тот главный фундамент, с которым наши дети потом идут во взрослую жизнь и добиваются уже успехов благодаря именно вам. Поэтому спасибо за передачу. Очень рада видеть Гильду Александровну. Судьи телеканала. Спасибо, Гильда Александровна, долгих вам лет жизни, здоровья, конечно, вы. Спасибо. Просто образец, образец педагоговский. Спасибо большое, Мария. Спасибо. А Евгения Панова в нашем инстаграм пишет. Всех учителей Захаровской СОЖ с праздником. Много сегодня учеников Захаровской школы. А у них, значит, есть канал наш? Есть, конечно. Вот в инстаграм могут смотреть весь прямой эфир от начала до конца, а потом целые сутки он еще будет доступен. Вот не могу не спросить. Иван Валерьевич, да, раньше как-то школа была, скажу грубо, более независима от родителей. Сейчас родители так или иначе допущены, стараются контролировать, и иногда претендуют на то, что знают что-то больше, чем учителя. Как учить, тоже они иногда лучше знают. Вот как выстраиваться? Как и родителям открытость вот эту сохранить, но и в то же время, чтобы они оставались родителями? В школе там всегда было лебедь, рак и щука, да, родители, учителя, дети. Ну, на мой взгляд, родители вправе посмотреть, проверить. Я не думаю, что если у нас в школе все в порядке, то родители будут ежедневно с премвизитами. Ну, а сейчас у нас уже родительский контроль, это питание. То есть у нас в школу всегда вход для родителей открыт. У нас в школе нет приемного дня как такового. Мы принимаем все, принимаем ежедневно, каждый час. То есть для того, чтобы в школе была благоприятная атмосфера, мы все должны взаимодействовать. И когда родители, доверяя нам самое ценное, что у них есть, это своих детей, уверены в том, что они отдают их в надежные руки, надежным учителям, в надежную школу, то от этого будет и спокойствие как у родителей, так и у самой школы. Поэтому мы никогда двери свои не закрываем. Наша территория всегда открыта, наш стадион всегда открыт. Наши двери в школе, каждого учителя всегда для родителей открыты. И это, наверное, родители, я уверена, цели. А вот в посадке деревьев сейчас родители принимали участие? У нас всегда принимают участие родители. Я просто смотрела. Все правильно, да. Юлия Гунина, 77, всех учителей Одинцовской гимназии, 4, с наступающим днем учителя, всем крепкого здоровья желает Юлия. А я напоминаю, что мы в прямом эфире. 8495-508-86-84. Здравствуйте. Много звонков. Много сегодня, хорошо. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Арина. Арина, очень приятно. Арина, расскажите, пожалуйста, вы учитесь или уже закончили учебу? Да, я учусь в седьмом классе в Захаровской школе. В Захаровской школе. Кого сегодня будете поздравлять? Кто ваш любимый учитель? Хочу поздравить, во-первых, Надежду Романовну Сочелееву. Она у меня классным руководителем была, начальной школы. И Ирину Константиновну Белуху. Она сейчас болеет. Выздоравливаете, Ирина Константиновна? Вот. И всех учителей Захаровской школы. А кем вы хотите стать, уже решили? Кем хотите стать, уже решили? Про директоров молчат. Ну, я не знаю, еще не решила. Еще время есть подумать. Я уверена, спасибо большое вам за звонок. 8-495-508-86-84. Ну и не могу не затронуть, наверное, сегодня больную для всех тему дистанционного обучения. Иван Валерьевич, как пережили? Период дистанционки. Пережили. Слава Богу. Пережили, благополучно. И пережили. Но тяжело. Тяжело, конечно, тяжело. Я вот немножко вмешаюсь, потому что в интернете ведь было, слушали, наверное, смотрели, да? Вот, это специально сделано, теперь вот дистанционку и прочее, прочее. И меня спрашивали, Гиласан, а как вот вы относитесь? Я говорю, я отношусь положительно на выбор родителей, потому что у нас есть родители, которые хотят, чтобы дети учились дома. Почему нет? А здесь, пожалуйста, программа есть специальная и так далее, и так далее. Вот всеобщего быть не должно. Это да. А если есть по выбору, и звонили мне некоторые директора, говорили, а вот, я говорю, если родитель написал, например, это я свое мнение, я не могу сейчас никаких самых давать советов или что-то, я говорю, вот свое мнение. Мы же обучали детей на дому, обучали, ну, там было по состоянию здоровья, а здесь родители, вот, учитывая вот эту ситуацию, конечно, вот мне очень трудно даже представить, в каких условиях сейчас работают вообще школы, и какая нагрузка и на учителей, и на директоров школ. Потому что попробуйте в школе, где 1700-600 детей, создать необходимые условия, дистанционку соблюдать и так далее. Это очень сложно. Это очень сложно. И я знаю, что у них сейчас нагрузка, ну, я не знаю, в десятки раз, наверное, слишком скажу, но во много раз выше, чем в обычных нормальных условиях работы. Поэтому это испытание, которое нужно пройти, и я считаю, и я хочу сказать огромное спасибо всем руководителям школ, в первую очередь, учителям, родителям, за их терпение, за их любовь к детям, к школе, и за понимание того, что, ну, вынуждены мы вот прожить эту ситуацию. В такой ситуации мне, слава богу, я уж не буду говорить, многие знают, сколько мне лет, но я такую ситуацию не помню. Никогда такого не помню. В послевоенное время я даже помню, понимаете, но такой вот ситуации, когда все вот в таких условиях, я такое не помню. Поэтому говорила и говорю, что вынесем все, это Некрасов говорил, и широкое, и ясное. Поэтому будем только так. В прямом эфире 8495 508 86 84. Здравствуйте. Вот так, к сожалению, телезритель не дождался выхода в эфир, но у нас есть поздравления от, ничего страшного, от пользователей Инстаграм. Всех учителей Барвихинской СОЖ с праздником от шестого класса, особенно Толстого Дмитрия Алексеевича, Иванову Наталью Александровну, Буддаеву Веру Шотовну, Муслимову Эльвиру Фурмановну. Здоровья всем. Мы присоединяемся, вот тут седьмой Б с Захаровской школы пишут, что они молодцы. Мы с этим, в общем-то, не поспорим, правда? Да, молодцы. А я напоминаю, что мы в прямом эфире 8495 508 86 84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня зовут Инна Николаевна. Очень приятно, Инна Николаевна. Расскажите, пожалуйста, про ваших любимых педагогов. Я являюсь учителем Успенской школы. Когда-то в 87-м году я впервые приехала в Одинцового управления, и как раз Гильда Александровна принимала меня на работу в Успенскую школу. Я впервые так волнуюсь, потому что я уже года три пытаюсь дозвониться, и вот, наконец-то, получилось. Мы очень рады. Мне очень хотелось бы поздравить не только своих учителей, но учителей из школ Жаворонок, Часы, Горки-2, Горки-10, потому что во всех этих школах работают мои коллеги. Хочется пожелать всем творческих успехов, любящих учеников. И очень хочется, чтобы школа стала тем домом родным, в который хотелось бы прийти и не один раз. Жалко, что сейчас не стало тех вечеров, когда мы собирались, делились впечатлениями, кто кем стал, кто куда уехал или, наоборот, приехал. Но я очень рада тому, что в нашей школе две трети учителей – это бывшие выпускники. Бывшие выпускники. Гильда Александровна нашу школу знает очень хорошо. Родители все говорят, да, Гильда Александровна? Да. Успенская школа – это родной дом. Вот мне очень хочется, чтобы не только наши дети, которые сейчас учатся, но и их дети с удовольствием приходили в нашу школу и чувствовали ту же любовь, которую чувствую я сейчас. Спасибо большое. Мы вас тоже поздравляем с праздником. Крепкого вам здоровья. 8495, 508, 86, 84. Времени осталось мало, но несколько звонков мы еще принять успеем. Иван Валерьевич, не могу не спросить, опять же, дистанционное обучение прошло. Сколько? Пару месяцев, наверное, вы учили? С 23 мая-то. Больше пары месяцев. Вот отразилось это на знаниях? Апель, май, два с лишним. Ну, естественно. Конечно. Конечно. То есть немножечко просели. Ну, вот это опять было, наверное, испытание на самостоятельность. На самостоятельность. Ну, и опять же, не будем забывать то, что дистанционное обучение шло с утра, как обычно, да, по расписанию. Скидывались учителями ссылки, заучили ссылки, разрабатывались программы под каждый класс. Это очень сложно сначала было и как учителям, так и детям. Ну, а также не будем забывать, что и родителям это было очень сложно. А если в семье два ребенка, четыре ребенка, шесть детей, то есть это необходимо, во-первых, компьютерная техника, то есть чтобы ребенок мог работать. Во-вторых, если это первоклассники, то я не сомневаюсь, что все первоклассники умеют все включать. Они замечательно играют, работают на компьютерах, но при этом это все-таки урок, и он должен правильную программу загрузить, ссылку загрузить. Это очень сложно, все равно родители должны контролировать. Если это режим вот такой вот пандемии, да, это хорошо, нет, это плохо, что родители были тоже дома, да, не на работе. Но это, конечно, очень тяжелый труд, как для родителей, учителей и детей. Да, конечно. А на сегодняшний день, я могу так сказать, то что, а многим повезло, девятые классы у нас. Без экзаменов. Без ОГЭ проходили итоговую аттестацию, получили аттестаты. Это неизвестно, повезло или не повезло. Может быть, да, но все же меньше стресса, меньше головной боли. Поэтому, ну, и одиннадцатый класс, конечно же, когда такой этап стоит впереди, да, очень сложные поступления в ВУЗы, сдача ЕГЭ. Вот ребята, конечно, очень тяжело проходили ЕГЭ, потому что это и социальная дистанция, это совершенно, это те же маски, те же проходные, да, вот эти все моменты. Мало того, что ЕГЭ – волнительный момент для каждого ученика, родителя, учителя, так здесь еще и в таких условиях. То есть, ну, все справились, все молодцы. Слава Богу. Мы в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Татьяна, очень приятно. Я являюсь сотрудником любимой лесногородской школы. Также я являюсь выпускницей лесногородской школы. А также у меня две дочки, которые одна в том году с золотой медалью закончила нашу любимую лесногородскую школу. Ну и вторая заканчивая в четвертой. Начала учиться в четвертом классе, вот, и надеюсь продолжить традиции наши и тоже успешно закончить нашу же любимую лесногородскую школу. Я горжусь, что работа в этой школе училась с ней. И спасибо Ивану Валерьевичу, который продолжает традиции нашей школы, но и вносит новые какие-то веяния, применяет новые технологии, инновации. Старается сделать нашу школу лучшей не только в районе, но я надеюсь, что и в области. Спасибо. Татьяна Александровна, спасибо вам большое, что вы нас всегда поддерживаете, всегда с нами, всегда можем к вам обратиться с любым вопросом. Спасибо, что вы у нас есть. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна, за звонок. Я напоминаю, что мы в прямом эфире сегодня. Наша главная тема – это День учителя. Вот мы сегодня, да, рассказали пару Галину Станиславовну Кузьмину, которая вошла в топ-100 педагогов Московской области. Она не единственная из нашего округа. Вот что для педагога наивысшее достижение, наиглавнейший подарок, который может быть? Это победы в каких-то конкурсах? Или это, может быть, умные, одаренные ученики за партами? Что, вот ради чего стоит учителю работать? Мне кажется, вот сейчас столько звонков было, да. И вот это вот признание, вот эти вот слова благодарности как родителей, так и учеников, которые сейчас слышали учителя, наверное, это самая высшая награда. Конкурсы, они всегда были, есть и будут. Олимпиады, конечно, важны, но все же это благодарность как наших учеников, так и наших родителей. Это самое главное, наверное, вот для меня или для учителя. Я согласна с Иваном Валерьевичем, но и награды учителю никогда лишними не были. И я считаю, почему у нас мало заслуженных учителей, а у нас очень много достойных. Я вот должна узнать, Галина Константиновна, я ее просто давным-давно, Кузьмин, узнаю. Она действительно во многих конкурсах всегда блистает, всегда, ну просто вот я восхищаюсь этим учителем. Мне хочется узнать, она является заслуженным или не является. У нее, ну все есть для того, чтобы. Поэтому награды лишним не бывает. И заработная плата тоже. Поэтому я нашим учителям в качестве поздравления желаю всем здоровья, любви, терпения, зарплат хороших и заслуженных наград. Учитель. Почему? У нас столько народных артистов. А сколько у нас народных учителей? Практически нет. А что, учитель меньше отдает себя детям? Я считаю, что это не совсем справедливо по отношению к учителю. Вот сегодня, если мы говорим о пандемии, действительно, на первой границе стояли врачи. А дальше, извините, учитель-родитель. Правильно? Безусловно. Да. Поэтому надо и то, и другое. А я напоминаю... Если об учительстве, то все-таки обратная связь. Вот если есть у учителя обратная связь... Вот как сегодня наших телезрителей и ваших учеников. Тогда это и есть главный успех учителя. Вот мне это так кажется. 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Очень приятно, Наталья. Расскажите, пожалуйста, про ваших любимых педагогов. Ой, я с удовольствием расскажу, потому что я училась в 4-й гимназии. Сама закончила 4-ю гимназию, еще в далеких 2000-х. И сейчас мой сын, вот в том году, пошел в 1-й А-класс, тоже в 4-ю гимназию города Одинцова. И какое было для меня счастье видеть тех же учителей. Александр Юрьевич Зубов, который ведет сейчас физкультуру по сей день, он потрясающий преподаватель, был когда-то моим классным руководителем. Мой ученик, мой ученик. Да вы что? Он просто потрясающий. Ну, только вы, наверное, можете таких просто людей воспитывать. Он просто... Спасибо вам за такого педагога. А сейчас у моего сына преподаватель Перешиваева Светлана Анатольевна. Настолько душевный учитель, настолько она... Ну, вот, правда, хочется пожелать всего... Опять моя ученица. Вот так вот... Что ж такое-то, а? Вот мне гвоздница педагогических кадров. Да, и вы просто профессионал своего дела. Я действительно вам благодарна за таких замечательных учителей, которые были у меня, которые есть сейчас у моих деток. И я хочу пожелать вам крепкого здоровья, крепкого здоровья нашим учителям, чтобы у них было все хорошо. Иногда даже вот хочется пожелать терпения, потому что бывают такие случаи, что мы родители нетерпеливые. Или как-то вот бываем такие. Хочется пожелать терпения, бесконечное уважение к вам, к вашей профессии. Ну, что еще сказать? Мы вас любим, как бы мы без вас? Ну, как? Спасибо большое, Наталья. Мы присоединяемся к словам Натальи. Мы вас действительно любим. И пусть мне сейчас не поверят, но ни одного заранее приготовленного звонка в эфире сегодня не было. Все эти люди позвонили сегодня нам, чтобы от чистого сердца поздравить своих любимых педагогов с Днем Учителя. Мы присоединяемся. Терпение, здоровье. И, правда, мы вас любим. И давайте говорить это учителям не только накануне Дня Учителя, а хотя бы чуть-чуть почаще. Спасибо большое, Иван Валерьевич. Если не любить, то хотя бы уважать. Безусловно. Спасибо, Гильда Александровна, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok